всем доброе утро у меня сегодня последний день немножко поплавал что поплавал хотела записать сейчас видео что же случилось в прошлый раз в вьетнаме и как я вообще переосмыслил свою жизнь тогда но здесь много людей и музыка поэтому наверно запишу как нибудь другой раз так ну что последний день у меня сегодня за счет план такой я же попал на завтраке поплавал в бассейнчике значит потом что я буду делать я до 12 буду сидеть в отеле 12 чек-аут если хочешь остаться до 6 то они предложили 50 процентов это 40 евро но все равно мне надо уйти поэтому прийти просто помыться в душе потом за 40 евро как-то не хочется если небольшой шопинг день так как сейчас как раз самое пекло самая жара ну потихонечку как-то центре тут недалеко два больших шопинг-центра туда пойдем надо купить подарочки так какие-нибудь вкусняшечки все покушать где-то посидеть там кофейка попить короче надо как-то дотянуть я думаю может быть до 5 5 можно вернуться сделать массаж ног и 6 запаковаться переодеться немножко подумать в отеле есть переодевалка здесь как на первом этаже и все и губа и на вылет вот заодно и посмотрите на нотр-дам нотр-дам-де-сай-гон как он выглядит какая репродукция магазине сони влогер о смотрите как минута обновиться чтобы сделать свой так я уже не beginner я не beginner hot я hot вот это я понимаю studio production надо повышать свой уровень уже такой стол себе с подсветками сделать с камерами youtube о youtube вы там подписались уже на мою youtube лайк поставили это между прочим не женский отдел а мужской посмотрите zara и саквояжики предлагает сумочки азиатская мода она очень отличается конечно сейчас у них как раз новый год же у них очень большие скидки мне в последнее время что-то тянет на прозрачненько я сейчас не в лучшей своей форме чтобы такое носить надо сбрасывать уже не знаю килограмм пять наверно лишних так у них выглядит современная заровская мода мне бы все поражает неужели здесь кому-то вообще надо пальто представлять на пальто это все-таки возвращаясь холод большая редкость для нас манго для мужчин манго у нас для мужчине очень красивый цвет смотрите плохо падает конечно королевский как елизавета 2 какая-то местная косметика но так как она в дорогом центре я думаю что она как бы не лазовая я так понимаю что если покупаешь 10 до 5 себе еще бесплатно дают наверно так мальчишки только консультанты мальчишки никто не ходит бояться меня 15 масок он мне еще одну дал 16 бесплатно было 5 бесплатно он дал мне 6 бесплатно получилось что 16 за 10 евро ура розовый магазин барби барби аддикшн короче полнейшая так столько обзоров еды на этом канале по моему никогда не было здесь у меня какие-то очень дорогие мочи и и черный чай с молоком посмотрим наверное самый сложный стакан в моей жизни я не знаю зачем тут закрыта такой штучкой это уже не открыть она просто намертво но чай очень вкусный а мочи у меня один значит с мачо и пастой из красных бобов а второй манго и чиз надо подождать пока немножечко разморозить следующий у нас сайгон центр шопинг будет смотрите такие мобильные кабины оплачиваешь там можно поработать и звонить и встретиться поучиться интересно тут конечно уже бренды смотрите смотрите какой главный холл ну это как бы главный шопинг-молл да? в любом городе есть столица тем... а ну это не столица интересно, Люмик обидится если я куплю такого? кажется что обидится ну что девчонки надо поугадывать это настоящая Versace или фейк Versace смотрите какие горшочки для цветов кьют и для водички аппаратики у них тоже есть Юск ну в Юск не пойдем здесь Юск это наверное премиум сегмент скандинавский если он в самом типа дорогом торговом центре ну это это как ЦУМ это как там не знаю там стокмар прикид а коро ура в СУШКЕ на обед в СУШКЕ все и последний шопинг-центр закупаемся подарками с таким приколистом и едем такой свеженький, только что построенный находится над второй стороне реки Сайгон девочки и мальчики, ем глазами только глазами ем все, больше не ем чтобы вы просто представляли магазин во Вьетнаме стенд суши это мяски всякие кулинария я же не зря покупал я же покупал этот чемодан главное забить теперь его ну что 66 евро я посчитал мне еще дали шопинг-бэг в подарок поехали грузиться хорошо что здесь такой чистый классный туалет Феликс переоделся в зимние готов к разнице в температуре 40 градусов ну и сервис конечно и дверь мне открыли и в сумки погрузили красота ну и очередь ну и очередь все столки дети настолько гиперактивные вообще медлительность это не промеха а в дьютике то только все в долларах все в долларах мне оставалось 62 тысячи я подхожу говорю я вообще хоть что-то могу здесь купить ну цены понятно а дьютифри там уже все 58 раз она пошла мне такие конфетки можешь взять ну а потом на кассе они пересчитывают тысяч долларов и оказалось 63 тысячи я говорю у меня только 62 она говорит окей наверное я еще вернусь правда друзья мои когда я уже буду стоять в той очереди скажите мне в черненькой черненькие так подходят сюда летел с французами обратно полечу с двумя испанцами такая парочка не могут усидеть скачали со своих мест фотографируются ну что за блогеры испанские девушка опять у нас перелет слышите испанцы от меня ушли и пересела в французу так отчитываюсь перед вами что я поел рис с курочкой в кокосовом соусе салатик какой-то еще один салатик виничко конечно же и кока-кола хочется очень воду с газами во Вьетнаме нет воды с газом вообще просто умирал ребенок никак не хочет просыпаться покушаться смотрю американские и наш завтрак яйца с картошкой и с кофе фруктики вот уж не знаю кто называет работу стюардесс романтичной убирать расстилать чай кофе то все единственное помню что когда я тогда летал туркиш был более щедрее вино лилось рекой кофе пей не хочу сейчас попросишь тебя налью да но один раз прошли все до свидания экономия должна быть экономной самолеты хорошие просторные единственное что сейчас будет рижский самолет и там место между сиденьями у меня колени очень сильно упирались а я всегда боялся что во Вьетнаме будет так потому что там уже все коротенькие а во Вьетнаме наоборот было очень много места так странно ладно пора выходить 3 часа пересадочек все идут на элеваторах а я иду пешком ноги затекли так кофе с булочкой больше в аэропорту в стамбульском пить и есть не буду 15 евро я посмотрел по это по банку в прошлый раз что это за булка такая с кофе это как-то очень дорого для Стамбула не знаю знаете ли вы есть такой даже рейтинг составляется аэропортов по удобству где например там вай фай или где можно спать ночью даааа хочу вам сказать конечно что раньше когда я летал я обычно ловил там дешевые какие-нибудь билеты всегда но у них всегда был один недостаток там большой стоп овер то есть разница между самолетами иногда надо было там по 8 часов быть в аэропорту ну если нету там никакой экскурсии в Катаре у меня была экскурсия в Стамбуле была экскурсия вот иногда приходилось таскаться по аэропорту 8 часов или потом спать сейчас конечно же когда тебе 40 уже тяжело вот так когда я раньше летал очень много у меня всегда была такая не привычка а традиция на борту тогда продавали знаете и духи и все и всегда продавали ручки сваровские я себе покупал всегда русский сваровский но сейчас на борту уже ничего не продают вот но я решил себе здесь купить сейчас покажу вам смотрите как у меня розовенький пакетик покажу вам ручку у меня дома уже коллекция решил в этот раз такую синюю купить а то у меня все там какие-то золотые и розовенькие все вот такая ну что в бизнес-классе только россияне мы экономим мой чемоданчик отставили может быть там что-то запрещенное нашли я играю в такую игру интересную если тут появляется предмет и его надо найти где наш тоже второй уровень у меня турецкие бизнесмены от меня сели что у меня тоже бизнес-класс практически но недолго я радовался какой-то мужчина сбежал от своей семьи и пересел с ребенком ко мне ну что я дома меня впустили а мужчину который раньше всех стал пока еще самолет не остановился открыл багажник не багажник ну ну да багаж потому что он не закрылся его повязали еще на пути даже к подходу к контролю тут мужчина забирает их чемодан как странные мужчины хотели приехать к нам я готов услышать кто тут кто тут кто тут не отвечает папу кто приехал кто это за это не узнал меня люди люди девчонки и мальчишки у нас проблемы мне кажется меня забыли 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 я так скучаю а как папа скучал по тебе иди сюда иди сюда